Я предлагаю следующую формулу. Что такое личная практика? Личная практика, во-первых, это йога, аскезы, те инструменты в йоге, которые для вас работают, плюс служение. Почему? Определённая социальная активность у вас обязательно должна быть. Личная практика просто как личная практика. Это ни к чему хорошему, кроме эгоизма, расширения вашего личного Я и какой Я крутой, это не даст. Исключительно если личная практика для вас это инструментарий для переработки и более эффективной деятельности в миру, то есть у каждого из нас есть социальные обязанности. Так вот для того, чтобы мы их выполняли максимально адекватно, максимально благостно и нужна личная практика. Для восстановления, для подготовки себя к служению. Служение мы уже разбирали, да, помощь другим мы разбирали больше конечно как помощь родственникам, но это по сути одно и то же. Можно накормить, можно научить готовить, а можно объяснить, почему сегодня у этого человека пищи нет. Ну и накормить возможно. Даже мне голодным уже уходить, правильно? С моей точки зрения, по моему опыту и с точки зрения, это конечно идея Андрея Вервы, я где-то два с половиной года назад попала первый раз в йога лагерь. И Андрей выскал вот эту идею. Лучше всего для развития становиться преподавателем йоги. Я почему-то сразу поверила, я знала, что это так. Стала преподавать. И у меня до этого периода, я не знаю, может какой-то три-четыре занималась йогой. И вот после этого, уже почти три года, как я занимаюсь, наличие качества личной практики до преподавания и после в разы отличается в пользу преподавания. Поэтому если вы действительно хотите постоянно заниматься личной практикой, лучше, чем преподавание йоги, на самом деле, наверное, и нет ничего. Это стимул тоже, это мотивация. Это да, это мотивация, потому что вы видите результаты еще вашей работы. И это ваш способ служения миру. И это и способ самодисциплина. Самодисциплина, конечно. Потому что хотите, не хотите, два-три раза в неделю в любом случае будете заниматься астанами. Терпение, смирение. Терпение, смирение, да. Преподавание очень много дает, поэтому если кто-то из вас еще думает об этом, я рекомендую, почему-то не значит, что нужно там все крест на той жизни, которую вы сейчас ведете, сразу станете преподавателем. Да нет, можно. Андрей два-три раза, сколько это, два раза в неделю? Два раза в неделю преподает, при этом и семья, при этом и работа, и при этом развитие есть. Поэтому не обязательно все зачеркивать. Если у вас есть еще такое мнение, как у меня недостаточный уровень для того, чтобы преподавать, будь то физический или будь то лекционная какая-то часть, то чаще всего эти игры происходят от нашего эго. Это стремление к перфекционизму. Мы хотим быть совершенным и только потом что-то отдавать. И то, что вот совершенство, оно недостижимо. Полгода назад я читала лекцию по личной практике. Перед тем, как готовиться к поездке в Питер, я открыла свою лекцию и поняла, что я оттуда возьму процентов десять. Мое понимание личной практики кардинально поменялось. Это за полгода. То есть ждать, что будет еще через полгода, я не знаю. Возможно, будет совсем другой материал, другая лекция. Но ждать, когда вы скажете, все, я это точно знаю, я буду говорить так, такого никогда не будет. Или ждать, когда вот у меня будет лотос, тогда я буду, шпагаты, да, тогда я буду преподавать. Спасибо. 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 Спасибо.